Доброго вечера, рада вас всех приветствовать. В эфире в очередной раз это виртуальная студия, которую, возможно, кто-то из вас уже видел. Сегодня у нас встреча необычная. Мы начинаем серию подкастов и встреч на технические темы, связанные так или иначе с аналитикой. И сегодня мы решили посвятить час своего времени и вашего времени тому, чтобы разобраться с одной интересной темой. А разбираться с этой темой лучше всего, конечно, с экспертами. И у нас сегодня в студии будет прям три гостя. Первый гость Николай Поташников, IT-архитектор из компании Корус IT. Привет, Коля. Привет. И второй гость Наталья Жилнова, руководитель направления в Сбире. Добро пожаловать. Коля, скажи, пожалуйста, почему мы выбрали тему моделирования бизнес-процессов? Почему она так важна? Ну, она, это что называется, основная тема, базовая. Без нее, в принципе, дальше встретить сложно. Не понимая, что мы делаем, идти-то нельзя. Поэтому эта тема очень важна. Эта тема, мне кажется, достаточно сложная просто по опыту общения с людьми. То есть, тяжело воспринимается людьми, тяжело идет. Ну, как бы делать это надо. Поэтому мы здесь встретились. Окей. Наталья, ты подготовилась. И у тебя даже очень много слайдов. И хочется тебя спросить. Про что мы сегодня будем говорить? Какой примерно план? И чего вообще ожидать в конце? План у нас известный. Я, собственно, как раз прочитала список тех вопросов, которые были заданы как раз подкастом. Постаралась на них ответить наиболее полно. Некоторые мы с вами там просто будем задавать друг к другу и разбирать устно. Но ряд тем такие, как, например, что такое бизнес-процесс, что такое моделирование, модель, цели моделирования, аудитория, с которой взаимодействует аналитик, нотации. Опять же, стандарты, которые существуют в этой области и с которыми было бы полезно ознакомиться, реинжиниринг, бизнес-процессов, в общем, и литература, они вот в этой презентации освещены. Ее можно там использовать как некое пособие для того, чтобы, ну вот, скажем так, получить некое вводное представление об этой теме и проблеме. И, кроме того, я еще расскажу, зачем это все и куда это все движется в последнее время? Ну, в какую сторону? Как проходят проекты, в которых участвуют аналитики как раз там, да, по бизнес-процессу? Какими там сводами знаний и стандартами это все регламентируется в современном мире? Ну, и вот как-то мы на этой ноте завершим, я думаю, сегодня. Да, у нас очень много материалов, поэтому вот, ну, надо двигаться достаточно оперативно. А давай двигаться оперативно. Ну, поехали. Кто-нибудь хочет еще позадавать вопросы какие-то по ходу дела или я начну? Ты начинай, а если у нас появится какой-нибудь прям red flag, то мы тебя, конечно же, попросим остановиться и чего-нибудь тебе вкинем. Да, перебивать меня, естественно, можно, собственно, да, с любой точки я начинаю, я эту тему, в общем, так или иначе с ней взаимодействую. Сейчас я, в общем, ну, такой хардкорный архитектор в Сберия, то есть тот, который, знаешь, такой шарлинг, да, там, значит, блоки, значит, там, георезервирование, например, да, там, архитектура облачных решений, вот, и все такое прочее, микросервисная архитектура, да, вот. А до того я как раз занималась, в частности, тем, что я определяла в том числе информационную архитектуру и архитектуру вот как раз бизнес-процессов ни много ни мало, как казначейство Сбера. Я занималась этим четыре с половиной года, собственно, и мы начали фактически с инжиниринга бизнес-процессов казначейства, вот. Вот. И до того я была главным аналитиком проекта, который был признан одним из лучших проектов в области бизнес-процесс-менеджмент, то есть BPM. Это BPM-проект Куда по, как бы, версии, да, конкурса, который проводит российское отделение ассоциаций профессионалов в области управления бизнес-процессами. Есть русское отделение, а вообще организация сама международная, и она как раз посвящена теме управления бизнес-процессами. В частности, ну, вот большое внимание там уделяется внедрению BPM-систем. И вот как раз тот проект, в котором я участвовала в 2017 году, и который был там признан на этом конкурсе проектом года, он был посвящен созданию одного из нынче модулей платформы ВИИ или там платформы 5, внутренней платформы Сбера. В то время это был один из модулей ППРБ, платформы поддержки и, значит, поддержки развития бизнеса. Это BPM-модуль на базе как раз движка опенсорсного активити, и мы его вот переделали, подружились с Гридгейном, тогдашним хранилищем РБАИ. А вы потом с ними раздружились ведь, да, на этой версии платформы? Нет, ну почему раздружились? То есть по-прежнему Гридгейн, Игнает по-прежнему у вас внутри? Нет, у нас сейчас не Гридгейн, платформа ВИИ работает с очень большим количеством источников, да, и с очень большим количеством хранилищ данных, то есть там сама эта платформа ВИИ, она была очень серьезно переделана, это ни в коем случае, да, там не первая версия вот этого самого ПТРБ, то есть она фактически, ну, условно говоря, там можно добавить любой коннектор и, собственно, подружить эту платформу практически с любым современным там средством для хранения данных. Ну, вот. Круто. Ладно, к моделированию тогда, да? Да, ну, значит, да, но мы переходим как раз именно к бизнес-процессам и моделированию, одним словом, вот этот вот самый модуль, значит, ППРБ, BPM-модуль ППРБ, это была вот первая, так сказать, да, там первый шаг, первый камушек в проекте, который вообще повлек за собой полный инжиниринг и пересмотр подхода к управлению и моделированию бизнес-процесса, в частности, в Звере. То есть проект был достаточно большой, объемный и первым шагом вот как раз был этот самый процесс 17-го года. Именно поэтому я, в общем, как бы думаю, что я немножко компетентно выступать с такой темой. Поехали. Итак, моделирование бизнес-процессов. Почему именно моделирование бизнес-процессов, а не управление, например, да, бизнес-процессами? Почему не BPM, а именно моделирование бизнес-процессов? Потому что именно бизнес-аналитик использует моделирование бизнес-процессов Как одну из техник, которые помогают ему справляться со своими обязанностями. Это раз. Во-вторых, аналитик, бизнес-аналитик, как правило, именно моделирует бизнес-процессы. Это в его области ответственности, но принимает решения по управлению этими бизнес-процессами. Как правило, да. Естественно, аналитик участвует в реинжиниринге бизнес-процессов, но, как правило, все-таки принимает решения относительно управления бизнес-процессами и ключевые какие-то решения в области реинжиниринга бизнес-процессов. Поднюдь не аналитик, это делает там процесс-сонар, то есть владелец процесса, люди от бизнеса, да, там и в ряде случаев еще эксперты предметной области, которые как раз тоже участвуют в этом, как раз в этой деятельности. Об этом еще поговорим. Поэтому вот моделирование бизнес-процессов, то есть это то, что делают, как правило, у нас аналитики. Сразу скажу, что при кажущейся простоте этой темы, ну что, да, там вот кажется, бери, да делай, что. Бери, да рисуй, да, диаграммы, все умеют это делать. Да, красивые, да, там, поучись там, соответственно, ну дня три-четыре, вот, послушай там подкасты, например, да, на BPMN, там, Ру, например, Денис Котов прекрасный идет, и все будет, все хорошо будет. Так, казалось бы, но не так. Вот что не так, значит, где подводные камни и где вообще та область, в которой, как правило, кроются самые опасные, да, там вот удавы, которые могут нас схватить и что-то такое нехорошее с нами сделать. Вот как раз я об этом постараюсь рассказать. Значит, ну, сама тема, что такое бизнес-процесс, начнем с этого. Вы знаете, мы можем взять и рассмотреть несколько определений, и мы сейчас это сделаем, но первое, что нужно понять о бизнес-процессах, что вообще сам бизнес-процесс невозможно определить и рассматривать вне того контекста, в котором мы его рассматриваем. И модель бизнес-процесса тоже будет отражать тот контекст, в котором мы его рассматриваем. А какие же возможные точки зрения на бизнес-процесс? Для чего мы вообще работаем, да, там, рассматриваем такие вещи, как бизнес-процессы? Ну, самая главная цель и самая, так сказать, верхнеуровневая точка зрения – это управление деятельностью предприятия, это всем известно. Дальше мы можем рассматривать бизнес-процесс с точки зрения его автоматизации и автоматизации деятельности предприятия, то есть ее бизнес-процесса. Мы можем рассматривать бизнес-процессы с точки зрения управления качеством на предприятии. Ну, вот это вот внедрение системы менеджмента качества, да, там ISO 9000. И когда на бедного аналитика процессов, вот этого процессного аналитика, который моделирует процессы, сваливаются все вот эти вот три точки, там, три, а то и четыре, да, там, ну, автоматизация деятельности, управление качеством, наверное, а не просто какие-то цели второго уровня, а управление деятельностью предприятия, да, это вот самая верхнеуровневая такая точка зрения. И вот когда на бедного аналитика наваливается это все, ему очень трудно бывает увязать модели одного типа модели, другого типа, а что делать здесь, а как вот быть здесь, и вообще даже как вообще определять эти бизнес-процессы, что это такое, где их границы, какие бизнес-процессы у нас есть, вот, сколько их, как их считать, вот. Вот, а вот этот вот, он как-то относится к тому, а вот этот вот является частью вот этого или нет. Вот, и обо всем об этом мы, конечно, тоже поговорим еще. Главная цель, с которой мы вообще подходим к бизнес-процессам, зачем мы вообще их изучаем, там, анализируем, моделируем управляемыми, это повышение эффективности управления организацией. То есть вот с этой главной целью, да. Здесь у меня первый вопрос. Да, конечно. Я так понимаю, что в этом словосочетании каждое слово имеет свое значение. Да, конечно. А если я уберу слово управление? Повышение эффективности организации? Да. Дело в том, что повышение эффективности организации, почему именно процессы, они вот так вот завязаны на слово управление? Потому что был у нас такой Питер Друкер, помните, да, его? Вот, это он же фактически основоположник развития всех этих вот четырех парадигм управления, там, да, системный подход, процессный подход, да, сначала функциональный, потом процессный, потом смешанный, да, там, подход к управлению. Это управление организацией, то есть именно Друкер вводит у нас вообще такую роль в управлении организацией, как выделенный профессиональный менеджер организации. Поэтому, да, бизнес-процессы, вот, сам процессный подход и управление, они очень сильно и крепко завязаны друг на друга благодаря вот этой вот концепции, да, там, процессного подхода к управлению предприятия. Эффективность организации мы можем, собственно, повышать и не через процессы, то есть, да, там, функциональный подход тот же самый, вот, да, вообще какой-то, хаотический подход тоже может дать нам картину повышения эффективности организации, к примеру, да, мы можем вообще не знать ничего про процессы, но руководствуясь здравым смыслом и какими-то другими парадигмами управления, мы вполне можем управлять организацией, там, например, да, там какие-нибудь армейские подразделения средневековья, они ничего не знали про процессный подход, и тем не менее были очень эффективны. Вот, поэтому, да, процессный подход – это подход к управлению, опять же, та же самая система менеджмента качества, да, она система управления качеством, менеджмент, здесь вот это слово, оно звучит, оно не случайно. Что мы делаем, как правило, именно как аналитики? Мы предоставляем данные лицам, которые принимают решения управленческие, какие-то аналитические данные, отчеты, на основании которых они принимают свои управленческие решения. Вот это, собственно, наши, как аналитиков, можно сказать, главная цель в управлении бизнес-процессами. Вот посмотрим на определение бизнес-процессов. Я их специально расположила в хронологическом порядке. Темой этой люди начали заниматься давным-давно. Первые какие-то, да, там, модели бизнес-процессов, они появились еще там до 90-х годов, то есть, вот, значит, да, там вот где-то с начала, до середины прошлого века эта тема, она уже как-то начала подниматься, но не как процессное управление, а именно как, вот, собственно, изучение проблем менеджмента в организации, подходов к менеджменту, подходов к управлению. Для чего? Для того, чтобы, опять же, повысить эффективность этого управления. И вот в хронологическом порядке определение бизнес-процессов. Смотрите, от каких-то формальных определений, стандартов, которые как раз очень любят цитировать те, кто занимается управлением бизнес-процессами. Наталья, важный момент – это то, что какая-то часть нашей аудитории нас будет слушать, они не будут видеть никакого видосика, если они не на YouTube, а, например, в Apple-подкастах, то надо каким-то образом озвучить, чтобы был предмет для мыслительного процесса. Да, конечно. Хорошо. Вот я сейчас как раз и расскажу. В хронологическом порядке выписано определение бизнес-процессов. И, значит, сначала мы говорим о том, что это совокупность каких-то видов деятельности, ну да, вот вид деятельности можно выделить как термин, преобразующих входы в выходы. Дальше. Это набор действий, которые охватывают различные сущности предприятия. То есть, да, они уже поняли, что не просто виды деятельности, а которые связаны с какой-то организационной структурой, к примеру, и подчиняются определенной цели. А вот дальше люди, которые, вот как раз Хаммер и Чамки, это те люди, которые вообще ввели понятие реинжиниринга бизнес-процессов как такового, они уже говорят, что это виды деятельности, у которых на входе используются некие ресурсы, а в результате создается продукт, представляющий ценность для потребителя. Понимаете, да, куда смещаются акценты процессного управления? В сторону продукта, который представляет ценность для потребителя. То есть организация, она уже работает, да, не механически, вот как-то, когда у нас есть там какие-то виды деятельности, преобразующие входы в выходы, и все прекрасно. А мы уже задумываемся о ценности того, что организация делает в рамках своих процессов и какую ценность она предоставляет на своему клиенту, своему потребителю. И, значит, вот, к примеру, еще одно определение, как несколько связанных работ или процедур, которые реализуют конкретную цель текущей деятельности в рамках существующей оргструктуры. Вот. Опять же, я бы сказала, что здесь цель, да, вот привязка к цели какой-то достигаемой, не обязательно продуктовой, просто цели. Вот. Она, опять же, присутствует и громко звучит вот в тех определениях бизнес-процессов, которые дают уже специалисты, занимающиеся реинжинирингом бизнес-процессов. Вот. И одними из признанных авторов как раз в этой области. Значит, собственно, когда мы говорим о моделировании бизнес-процесса, то что мы моделируем, какие у нас можно выделить ключевые элементы бизнес-процесса? Ну, вот давайте подумаем, те, кто процессами занимается. Ну, входы-выходы, да, мы однозначно определяем границы там процесса. А вот что еще можно определить? Вот здесь на двух слайдах сейчас будут как раз названы ключевые элементы бизнес-процесса. И эти ключевые элементы, они, естественно, станут чем-то, опять же, что может лечь в основу какой-нибудь таблички, которую вы для себя там будете составлять, прежде чем там перейти к моделированию бизнес-процесса. Эти элементы такие, это потребитель, поставщик, последовательности операций или действий, которые выполняют участники бизнес-процесса для достижения результата. Это бизнес-правила, начало и окончание процесса, входы-выходы процесса, ну, мы уже их упоминали, ресурсы, которые потребляются в ходе выполнения бизнес-процесса и показатели бизнес-процесса. Вот обычно, когда люди говорят о нотациях, моделировании, говорят о нотации, они, как правило, говорят о входах-выходах процесса, ну, может быть, ресурсах еще, и о последовательности операций, ну, и о потребителе, как участнике процесса. Но о показателе бизнес-процесса в модели, значит, да, люди, которые моделируют бизнес-процессы, говорят очень мало. Ну, в модели эти показатели, как правило, еще, да, еще и никак не отражаются. Вот. А тем не менее, для, например, целей именно управления и для целей реинжиниринга бизнес-процесса, показатели бизнес-процесса – это то, на чем вы будете фактически строить свой реинжиниринг. Как они связаны с моделью? Ну, практически никак, с исключением того, что модели бизнес-процессов у вас определяют структуру этих бизнес-процессов, для каждого из которых собираются какие-то показатели. Вы можете, значит, собирать эти показатели вручную, вы можете использовать там методы имитационного моделирования для того, чтобы, да, там спрогнозировать какое-то изменение этих показателей. Вы можете выбрать, например, внедрение какой-нибудь BPMS-системы, то есть системы управления бизнес-процессами, такой как Common, Activity, да, там вот такой вот системы. И у вас, в общем, эти показатели бизнес-процесса в таком случае, если вы выберете BPMS-систему, будут собираться автоматически. Затем вы их можете загрузить там в какое-нибудь хранилище данных, дальше взять какой-нибудь там BI-инструмент и создать дашборды, которые будут, собственно, обрабатывать эти показатели и строить на их основе какие-то дашборды, которые будут как раз использоваться для принятия решений вашими управленцами. Вот. И, в общем, это достаточно важно. Все это вместе, оно вот как бы, да, и составляет такую вещь, как бизнес-процессы, как бизнес-процессы. Опять же, вот как раз при подготовке к этому подкасту задавался вопрос, а какие бывают бизнес-процессы, как их классифицировать. Есть очень много вариантов. Один из них, он основан на вот традиционном подходе, который там, значит, да, там ISO 9000 используют, и люди, которые строят систему менеджмента качества на предприятии используют, они делают, делят все процессы на основные, поддерживающие и управленческие. К основным процессам, значит, относятся те процессы, которые как раз своей целью ставят обслуживание клиентов нашей компании. И эти процессы, такие процессы, в которых участвует внешний клиент. Поддерживающие, вспомогательные процессы – это такие процессы, у которых клиенты в основном внутренние. Вот. И управленческие процессы – это процессы, которые служат целям постоянного совершенствования, да, там, улучшения деятельности организации. Вот эти три вида можно выделить. Причем поддерживающие или вспомогательные процессы – они вот как раз именно те процессы, которые наиболее часто там подвергаются реинжиниргу. Говоря о процессах, нельзя вообще что-то говорить и что-то делать, если вы не знакомы с предметной областью или с той отраслью, для которой там, да, вы моделируете и управляете этими бизнес-процессами в каком-то из аспектов. Вот. Поэтому, в общем, моделирование бизнес-процессов – это не только автоматизация, это еще и вот такая первичная база знаний для аналитиков, которые начинают погружаться в предметную область. Консалтерами созданы целые библиотеки, да, там, бизнес-процессов для ряда отраслей промышленности. И как раз именно разделение, выделение и классификация основных процессов для каждой отрасли, она, значит, становится предметом характерных баттлов, таких мощных между теми аналитиками, которые эти библиотеки составляют, и между теми, которые, значит, собственно, пытаются эти библиотеки использовать для автоматизации, например, бизнес-процессов, которые есть в их компании. Вот. Значит… То есть я правильно понимаю, что есть какая-то платформа, ну, условно говоря, 1С, да? Ну, условно, да. Есть какой-то консультант, который наколбасил кучу модулей, которые друг с другом соединяются довольно легко и по опису впадают, а потом он эту библиотеку компонентов продает компании Сбер. И Сбер ее использует, и в какой-то момент нужно интегрировать это все, они говорят, типа, мы кушаем кактус, колемся, и оно, типа, нифига не работает, верните деньги назад. А консалтеры говорят, вы просто не умеете их готовить, так? Ну, не все так. Там, скорее, консалтеры с консалтерами бьются, и предмет – это не модуль в какой-то ERP или другой системе, например, да, там, например, системе документа оборота, не набор модулей, которые автоматизируют какие-то процессы, а именно моделей процессов. То есть существуют в библиотеке моделей процессов, с которыми, ну, пытаются сверяться те, кто работает на производствах. Эти библиотеки моделей могут быть бумажными, могут быть там электронными, в электронном виде, в какой-то нотации, но тем не менее, в общем, такой скорбный труд консалтеры выполняют. И, например, для авиационной отрасли, для банковского сектора, для телекома, значит, вот набор таких моделей. Ну, вот, например, для телекома, значит, да, модель, какой-то набор стандартных моделей, значит, там, у ССС, БСС, значит, да, там, вот у консалтеров, у крупных консалтинговых компаний, как правило, уже там наготове. То есть они идут не с нуля в эту область, и они уже там какие-то свои старые шаблоны и заготовки, как правило, используют. Вот. Значит, что можно сказать об этом? Ну, можно классифицировать процессы так, можно по-другому, но есть еще одна, ну, точнее, да, значит, вот есть одна классификация, как любая классификация, да, классификация может быть там уточняющей одну из возможных классификаций, никак не связанной с одной из возможных классификаций, да, там, параллельной, перпендикулярной, как хочет, так и классифицируя, одним словом. Можно придумать свою систему классификации, она тоже, наверное, будет обоснована, собственно, и в ряде случаев, вот как раз, когда люди переходили от функционального подхода в управлении предприятием к процессному, они еще никак не могли отказаться от прекрасной идеи, значит, разбить все процессы по оргструктуре компании, да, там, и классифицировать их по тому, какой, какой, значит, да, там, вот, условно говоря, иерархической ступеньки в структуре компании эти процессы относятся. Вот тоже, собственно, способ классификации, почему нет. Вот, то есть один не хуже другого, но, значит, да, вот эти вот библиотеки стандартных каких-то бизнес-процессов консалтерами составляются, как правило, для каждой предметной области, и они примерно, ну, как модели, которые используются для классификаторов и поиска в, ну, стандартных каких-то библиотек в каких-то справочных системах, они вот примерно вот такую же роль играют вот эти вот классификаторы там бизнес-процессов и эти библиотеки бизнес-процессов тоже. Значит, вот примеры бизнес-процессов, к примеру, значит, вот как одна из компаний разделила свои процессы на управленческие, бизнес-процессы основные и вот эти вот вспомогательные или ресурсные процессы. Иногда они, значит, там эти вспомогательные процессы делят еще на две категории – ресурсные процессы и там процессы преобразования. Это те, которые каким-то образом связаны, да, не с поддержкой конкретной, а там с какой-то реструктуризацией там и обслуживают внутренние какие-то, да, там потребности предприятия. Вот люди разделили бизнес-процессы на четыре категории. Основные процессы, процессы планирования управления, ресурсные процессы и процессы преобразования. То есть это вот процессный офис, видимо, процессы преобразования. И вот выделили в рамках там этих управленческих процессов, основных процессов и ресурсных процессов несколько бизнес-процессов, которые потом, скорее всего, они смоделировали. Такая верхнеуровневая карта процессов составляется, Как правило, везде, где люди вообще практикуют процессный подход и строят какую-то систему управления бизнес-процессами, там, где категории верхнеуровневые бизнес-процессы указываются и указываются также еще те процессы, которые входят в одну, другую или третью группу. Наталья, а вот бывает, что бизнес-процессы, они друг в друга встраиваются, то есть есть один какой-то мегапроцесс и как это все на карте обозначать? Да, мы об этом поговорим. Я приведу как раз конкретные примеры и зависит еще от того, какими инструментами вы пользуетесь, какие нотации вы используете. То есть вот это вот встраивание одного, другого, третьего процесса в единый мегапроцесс, он зависит от инструментальной поддержки вашей как раз того, что вы используете в качестве инструментов. Значит, опять же, про классификацию бизнес-процессов. Значит, вы можете использовать два подхода к структурированию бизнес-процессов, которые вы вот уже отнесли к одному из этих трех классов или четырех классов, которые вы выделили на начальном этапе при определении категории бизнес-процессов и тех основных процессов, которые там входят в одну, другую или третью группу. Значит, вы можете пойти по пути иерархического представления организации бизнес-процессов, когда у вас там, условно говоря, есть один супер-мегапроцесс. Ну, например, в банковской отрасли это может быть процесс управления валютными рисками финансовой организации. Вот это супер-мегапроцесс. Значит, когда у меня была модель этого процесса, в ней было порядка, ну, 800 значимых элементов. То есть это не там всех элементов, а тех элементов, которые значили. Это какие-то действия пользователей и шлюзы, ну, и события, соответственно. То есть вот 800 значимых элементов, объем такой модели. Вот. Это достаточно большая модель. И разбить этот супер-мегапроцесс на несколько каких-то более мелких процессов, естественно, и представить этот процесс в виде там какой-то иерархической структуры, где на самом верхнем уровне он существует как единый процесс, а на более низких уровнях он состоит из каких-то подпроцессов, да, определенных, которые сами, по сути, тоже являются процессами. Проблема в том, как раз, что все библиотеки именно вот к этому иерархическому представлению организации бизнес-процессов и тяготеют. И как выделить, например, да, эти подпроцессы в рамках одного процесса? Вы выделите одним образом их, я выделю другим образом. Мы друг друга не поймем даже на уровне терминов и будем долго, значит, друг с другом спорить, что лучше, да, там, мое представление или там чье-то другое. Вот. Поэтому вот как раз свод знаний по управлению бизнес-процессами, BPMC-бук версии 3, очень много времени уделяется сквозным процессам. Сквозные процессы рассматривают, значит, да, там, именно деятельность предприятия с точки зрения внешнего клиента и используются, как правило, для моделирования основных бизнес-процессов предприятия, где у нас клиент внешний, но могут использоваться и для моделирования внутренних бизнес-процессов. И сквозные процессы, они устроены так. Это некая там цепочка операций. Вначале у нас есть какой-то первичный запрос клиента или его контакт с компанией. Дальше происходит что-то, какие-то действия, операции в рамках каких-то ролей участников процесса или нескольких отдельных подразделений компаний. И дальше у нас получается на выходе готовый результат, который представляет какую-то ценность для клиента. То есть этот процесс, он представляет как раз процесс преобразования каких-то входов этого процесса в ту ценность, которую клиент у нас на выходе получает. Здесь тоже есть свои подводные камни. В частности, путаница между основными поддерживающими процессами предприятия в моделировании сквозных процессов, в выделении повторно используемых процессов в этих сквозных процессах. В частности, в Избире где-то в 2019 году впервые прозвучало в области управления бизнес-процессом такое слово, как сквозной процесс. И были сформулированы принципы выделения подпроцессов в этих сквозных процессах. Вот. Да, есть какие-то вопросы пока что про бизнес-процессы? Я хотел спросить, да, как я хотел спросить, в 2019 году этот вопрос возник, да? Да. А сейчас уже 2022. Да. То есть путь пройден. Путь пройден, да, естественно. Путь пройден. Он успешный? Он успешный или еще непонятно? Он успешный, достаточно успешный, по крайней мере. Не все, естественно, ну, не все подразделения организации, например, управляющие процессы, они, ну, клиенты внутренние, они, в общем-то, достаточно редко реинжинирятся. Ну, они реинжинирятся только тогда, когда у нас нормативка меняется. То есть ЦБРФ там выпускает какие-то новые правила, да, там в области, там, например, валютного контроля. И тогда мы, значит, вот все бегаем, прыгаем, значит, машем там флагами, как чарлидеры и так далее. Но у меня был еще один опыт как раз применения и выстраивания вот такой иерархии процессов в государственном учреждении. Не буду называть каком, но я бы сказала, что вот тут вот все пошло гораздо более печально. Почему? Потому что в этой организации был очень большой конфликт интересов стейкхолдеров, всех тех, которые как раз должны принимать участие в определении состава этих процессов, их границ, да, и зон ответственности. И вот поделить, да, эту лужайку, бюрократическая организация. Ну, вообще процессный подход, да, он как революционный принцип на то время, да, там управления организацией, он, значит, сказал, что, ребята, да мы сейчас всю бюрократию берем. Вот. Мы, да, значит, вот, если бюрократия, да, да, если бюрократия очень сильно развита, то начинается вот как раз конфликт интересов всех заинтересованных лиц, которые принимают участие в этом, дележе этой полянки. И, в общем, я бы не сказала, что вот так вот это все было прямо безоблачно, радужно и с большим успехом. Вообще моделирование бизнес-процессов, вот опытные процессные консультанты очень не любят работать с государственными организациями. Почему? Потому что они очень сильно сопротивляются, они очень сильно сопротивляются изменениям, и они мало заинтересованы в результате, да, там, собственно, вот этой деятельности. То есть как раз вся деятельность по управлению, постановке управления бизнес-процессами и вообще моделированию, в том числе, да, там, бизнес-процессов как части процесса управления, эта деятельность, она идет либо формально, либо с очень большим скрипом. Да, пока мы с этой темой очень интересно, мне кажется, не ушли, потому что я всегда шел с таким вопросом, ну, вот есть моделирование бизнес-процессов, есть различные отрасли, ну, а как бы очевидно, что в разных отраслях, ну, понятно, что там надо въезжать предмет на область, но в целом, мне кажется, что если, ну, или так скажем, то, что мне кажется, вот интересный вопрос, если человек, ну, достаточно имеет хороший опыт там в финтехе, да, насколько ему тяжело будет делать то же самое в госструктурах. И вот уже некий ответ получит, да, уже тяжело даже не потому, что процессы другие, а потому что среда другая. Ну, во-первых, да, среду, нет, не надо распространять опыт в одной, да, там, предметной области на опыт во всех предметных областях. Все очень сильно зависит, но, тем не менее, вот именно сам процессный подход, да, к управлению в бюрократических структурах – это не только у нас, ну, правда, не только у нас. То есть если вот так вот поймать за шиворот и поговорить в куларах с кем-нибудь там из Макинзи, да, там, соответственно, из не нашего Макинзи, а того Макинзи, то он тоже скажет, ну, да, вот, вот наш там клиент, например, какая-нибудь инициативная компания такая, ну, где все достаточно гибко и где есть инвесторы, где частная компания, да, там, соответственно, ну, вот, не забиокартизированные, где менеджмент, он заинтересован в результате, то есть повышение эффективности работы компании, повышение эффективности управления компанией, то там все будет, да, действительно, вот ты будешь работать на результат. Если ты идешь там в какую-то государственную структуру или там тяжелую какую-то структуру около государственную, в которой работают там 25 тысяч человек, то будь готов к тому, что у тебя будет вот такая тяжелая позиционная война, да, там, с применением тяжелой артиллерии. Сначала там ты по их окопам, а потом они по твоим. Терпение. В госучреждениях нужны терпения. Ну, да, вот в это время, да, в общем, важно терпение и настойчивость, собственно. Ну, и да, какая-то еще внутренняя мотивация, внутренний этот самый огонь, дзен, который ловишь на таких проектах. Вот, опять же, я не только государственными компаниями, в принципе, консультировала в области бизнес-процессов, да, ну, по крайней мере, это мое наблюдение. У других людей может быть другой опыт. Я не хочу настаивать на том, что вот все государственные организации, они именно такие. Все очень сильно зависит от того, кто ими руководит, да, насколько он заинтересован в результате. Можно я еще так... Какая-то интересная была иллюстрация. Мы тоже работали с одним государственным учреждением, и в какой-то момент мы показываем то, что мы сделали, и руководитель организации смотрит на это и говорит, слушайте, я не понимаю, как вы это делаете, мы столько обсуждаем, но у вас почему-то получается. То есть он как бы... Ну вот, да, он как бы... Было очень много обсуждений, было вот каких-то вещей, да. Да, и в результате у него было ощущение, что то, что было сделано, оно как бы было сделано помимо всех вот этих вот бюрократических процедур, которые были. Вот. Еще смотрите, какая вещь, почему именно консультанты, значит, да, знакомые с президентной областью, приносят... Почему так много таких вот консалтинговых компаний, которые занимаются моделированием бизнес-процессов и консультируют заказчиков в области управления бизнес-процессами? Потому что это боль консалтера и вообще боль вот любого человека. свою беду, чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу. Находясь внутри какой-то ситуации, вы не можете посмотреть на нее снаружи. И вот как раз, когда я разговаривала с очень умными людьми, с очень умными людьми, которые давали мне советы, которым я давала советы, вот я увидела это очень четко, что нельзя увидеть боль, да, там, свою, находясь внутри себя иногда. Ну, если она не проявляется уже так, что вот дышать тяжело, да, там, температура, боли, еще там, я не знаю, рвоты и все, и судороги. Ну, то есть тут уже понятно, что надо идти к врачу. А вот какую-то неясную свою боль, да, там, которую вы ощущаете, но тем не менее вот что-то с ней сделать изнутри бывает очень сложно. Потому что вы находитесь внутри этой ситуации, вы не видите ее, условно говоря, вот где-то снаружи, где-то там со стороны. Поэтому есть еще вот такая вот, да, штука с, опять же, этим консалтингом в области бизнес-процессов, что, да, чужие люди, которые как бы вроде не работают в этом бизнесе, они приходят и достигают результатов. Итак, что такое модель бизнес-процесса? Вот. Давайте вот немножечко как бы потроллим. Табличка, в которой перечислены основные шаги бизнес-процесса, это модель. Вот кто как думает. Так, вопрос в том, что табличка, в которой перечислены шаги бизнес-процесса, это модель. Нет, какие-то, да, это модель или не модель. Ну, какие-то элементы бизнес-процесса. Вот табличка, в которой перечислены элементы бизнес-процесса. Ну, какие элементы? Ну, вот мы о них говорили. Собственно, мы можем повторить про то, что такое основные там элементы бизнес-процесса, ключевые. потребитель, поставщик, да, там, последовательность операций, начало и окончание процесса, входы, выходы, ресурсы. Ну, вот показатели бизнес-процесса могут быть даже в этой таблице. Вот это вот модель бизнес-процесса или нет? Уже даже на уровне ощущения нет. А я не согласен. По определению модель – это упрощенная копия какого-то реально существующего объекта, процесса действия и так далее. И когда я словами просто описываю вербально тебе, я делаю не что иное, как модель. Да, да. Во! Андрей прав! Это формализованное, табличное, графическое, текстовое, символьное описание, которое отражает реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия. Так что таблица, да, это вот, да, ура, это модель. Это тоже модель. И как вы будете модерировать эти процессы? И в каком виде представлять эти модели, в том числе и в табличном? Я лично со своим бизнесом очень часто разговариваю вообще в формате табличек, в формате каких-то моделей, которые будут в каких-то определенных нотациях составляться. Я просто не понял вопрос. Я думал, речь шла не о форме. Да, понятно, что табличная форма – это отлично. Но в принципе, ведь модель может быть и просто текстовым описанием. Да, 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 может и текстом, да. В этом и смысл, да. Когда к тебе приходят SEO-компании, он не будет тебе разрисовывать, он тебе даст модель на своем уровне понимания. А задача аналитика будет сделать так, чтобы эту модель, как пчелка, преобразовать ее через свой мыслительный аппарат и выдать это разработчику, который точно не ошибется, когда будет писать паблик, статик, что-то там. Да, значит, да, в том, в общем-то, в том и суть. И кроме того, смотрите, значит, графические представления, графическое представление, оно очень хорошо, когда вы работаете с людьми, которые уже, ну, по крайней мере, знакомы с этим графическим представлением и нотацией, хорошо знакомы, для того, чтобы они без, ну, не читали там 500 страниц текста, да, посмотрели на одну модель, прочли ее и выдали к ней какие-то замечания, почему здесь так, почему здесь и так. Вот, значит, табличное хорошо для тех, кто умеет формально мыслить, но не человек рисунка, есть вот люди текста. И если у вас, например, бизнес очень сильно тормозит и не воспринимает вот эти вот картинки, так называемые, да, то вы можете общаться с ними на уровне таблиц, то есть вот входы, выходы, да, там, соответственно, участники процесса, их роли, там, описание действий, которые они выполняют, там, или последовательность действий, собственно, в таблицу вполне можно это вдохнуть. Вот. Каждой целевой аудитории свой вид модели. Как правило, разные виды моделей, они объединяются в одну там супермодель и очень многие средства моделирования бизнес-процессов, такие как, например, продукты, которые входят в семейство АРИС, они как раз на, вот, ну, могут загрузить таблицу, да, там, с определенными, с определенным набором столбцов и из этой таблицы там просто развернуть модель бизнес-процессов. В частности. То есть, да, один вид в другой вид, да, и выгрузить там модель бизнес-процессов в виде там таблицы они тоже могут. Поэтому один вид, да, в другой, в общем, преобразуется, ну, макросами там соответствующими, которые написаны, которые работают. Поэтому не надо забывать, да, что вот модель – это не только то, что в какой-то нотации, да, там создана модель, это еще и таблица. Записание бизнес-процесса. Достаточно формально при этом. Для того, чтобы составить как раз какую-то формальную модель, вы должны понять, какие данные о процессе вас интересуют, какие, да, там вы отражаете в этой модели, пусть даже в виде таблицы, и каким-то образом эти данные связаны друг с другом. то есть построить семантическую или мета-мета-модель, да, вот эти вот модели, там, соответственно, вот какую-то модель, которая там, ну, выражается в диаграмме сущности связи. Те, кто читал глубоко стандарт BPMN 2.0, они, значит, знают, что там на каждый вид модели, да, там по 4, по 5 ER-диаграмм, которые как раз объясняют и содержат семантику этих моделей. Значит, какие элементы модели бизнес-процесса у нас вообще могут быть? Ну, набор составляющих процесс шагов или операций, самый популярный порядок выполнения этих шагов, механизмы контроля и управления в рамках процесса, исполнители каждого из шагов, входящие и исходящие документы или информация, то есть документы и данные, да, которые у нас являются входами и выходами этого процесса. Входы – это то, что используется, да, загружается там, например, в какую-то систему, используется для выполнения шага бизнес-процесса, исходящее – это то, что получается в результате выполнения шага этого бизнес-процесса. Ресурсы, которые необходимы для выполнения каждого шага – документация, регламентирующая выполнение шагов процесса, условия, которые определяют выполнение шагов процесса – это параметры, которые характеризуют выполнение бизнес-функции процесса в целом, это границы бизнес-процессов, это смежные процессы. Смежные процессы – это те процессы, которые либо составляют данные, являются источниками данных для нашего, либо потребляют его результаты, то есть те выходы, те данные, которые он выдает после своего завершения, и родительские, и дочерние процессы. Родительские и дочерние процессы – это как раз вот та иерархия процессов, о которой мы с вами говорили. Родительские принципы декомпозиции, они работают практически для всех нотаций и моделирования, какие бы вы ни взяли, и, соответственно, родительский процесс – это тот, который будет декомпозирован на несколько дочерних процессов, а дочерний процесс – это просто потомок родительского. В результате получается такая иерархическая структура. Подходы к моделированию бизнес-процессов. Опять же, разные модели могут создаваться. В результате есть два подхода основных – это функциональный и объектно-ориентированный. С функциональным знакомы практически все мы. Почему? Потому что распространенные нотации моделирования, которые де-факто сейчас являются стандартами, достаточно популярными, они все относятся к функциональным подходам к моделированию бизнес-процессов. Объектно-ориентированный – это скорее не нотации для моделирования бизнес-процессов и языки для описания workflow, процесс workflow, к примеру. BPML, вот такие вот вещи, которые используются в системах документа оборота для того, чтобы автоматизировать те процессы, которые идут вот в этих системах, которые там собственно вот такие специальные группы процессов, которые очень хорошо представляются объектно-ориентированным подходом к моделированию. Значит, у функционального подхода главным элементом является функция, то есть это какая-то бизнес-функция, действие или операция, и система представлена в виде иерархии взаимосвязанных функций, а в объектно- ориентированном главным элементом являются объекты, объекты модели соответствуют вот как раз именно объектам реального мира, ну там документам в каких-то состояниях, к примеру, и объекты взаимодействуют через обмен сообщениями. Вот, собственно, и разница между этими двумя подходами. И как у одного, так и у другого подхода есть свои преимущества и недостатки. У функционального подхода преимущество это большая наглядность в отображении последовательности логики операций в бизнес-процессах, но недостаток есть, это некоторая субъективность в детализации и выделении отдельных операций. Ну почему? Потому что, например, даже такой простой, даже такую простую вещь, как бизнес-процесс заказа и доставки пиццы, да, значит, два аналитика смоделируют с использованием совершенно вот разного и зачастую не пересекающегося, клянусь, множество элементов этой модели. Поэтому, да, ну, субъективность. И здесь вы должны очень хорошо и плотно работать с вашим бизнес-заказчиком для того, чтобы он, ваш подход, да, там, к выделению вот этих вот отдельных операций. Во-первых, принял, воспринял и фактически принял как свой. В объектно-ориентированном подходе меньшая наглядность последовательности логики операций есть, но при этом большая объективность при выделении операций над объектами. Ну да, вот есть у нас документ, его можно, значит, да, там опубликовать, отправить, отклонить и согласовать. Вот все эти операции мы просто перечисляем, отражаем это модели. Ну вот, собственно, две диаграммы, которые в презентации над функциональным и объектно-ориентированным подходами приведены. Вот они иллюстрируют как раз примеры, да, там, моделей, которые реализуют один и другой подход. Ну вот модель как раз в нотации BPMN, она относится к функциональному подходу моделированию. Значит, вообще, собственно, да, вот эти вот модель процесса сама, которая каким-то образом все-таки содержит последовательность операций, входы и выходы, вот, она не единственная модель, которая описывает бизнес-процесс, существуют дополняющие модели и какие вообще вот бывают модели. Функциональные мы с вами с ними сталкиваемся, ну вот повсеместно, например, модель процесса BPMN, это вот функциональные модели. Она описывает те функции, которые система выполняет, входы их и выходы. Структурные модели, они скорее ориентируются на состав подсистемы взаимосвязей, поведенчески указывают, когда и при каких условиях выполняются определенные бизнес-функции, то есть иллюстрируют состояние системы перехода между ними и события и последовательности событий. Информационные модели отражают как раз информационные сущности, структуры данных и состав, и взаимосвязи. И все эти различные виды модели могут дополнять, ну и дополняют друг друга. То есть сразу понимаем, что когда мы рисуем просто модель бизнес-процесса, мы рисуем не одну панель, а несколько моделей и держим их у себя в голове. Это прям, погоди, а если не в голове, а если это нужно прям реально какой-нибудь артефакт в каком-то... Я сейчас расскажу, как правило, стандартный состав артефактов. Если я правильно понимаю, мы всегда должны исходить из принципа разумности, когда мы выбираем там те или иные модели, исходя из для чего мы это делаем, в каком контексте мы это делаем. То есть это тоже такая интересная работа, выбор. Вот мы сейчас об этом поговорим. Вообще, значит, вот вид модели, их разновидности, вообще подходы к моделированию, они, в общем, могут быть условно разделены на три большие волны, да, там три больших этапа в жизни, вот подходов к моделированию бизнес-процессов. Это вот первая волна начинается где-то с 20-го года прошлого века и заканчивается где-то приблизительно в 80-х годах того же самого века. Значит, это еще, вот вы помните, как люди чертили наватными карандашами как раз модели в аннотации IDF0. Кто застал? Поднимите. Я чертил. Вот, да, мы коллеги. Вот, это, значит, вот, это вот волна, это вот первая волна. То есть мы, да, мы еще даже, собственно, раздавали вот эти вот номера, да, там детализирующих моделей, закрепляли там друг за другом, там, один брал с первого по 20-ю, другой с 20-ю по 40-ю, с 40-ю до 60-й, брал еще там кто-то и вот давай, значит, рисовать, чертить карандашиком эти модели. Потом клеили, тасовали. Да, 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 вот ровно. Вот, то есть, ну вот, кто не любил, тот не поймет. Значит, это низкая степень автоматизации моделирования и, кроме того, модели достаточно разрознены, они не отражают общую картину целиком, потому что, да, вот именно чертя карандашом по ватману нельзя, ну, можно, но это требует очень больших усилий, нельзя проверить, ну, практически невозможно проверить модель большого объема на полноту и на наличие там каких-то гэпов, да, там, разрывов между этими моделями. Что мы пропустили, а что нет. Там таблички надо составлять и ввести их, опять же, в отдельной какой-то тетрадке, значит, помечать, да, там, галочками, что мы сделали, что нет, там, и статусы вручную отслеживать этих моделей. Вторая волна. Все равно в какой-то момент терялись, терялись. Да, 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 вот, ну, вручную это практически невозможно. Вторая волна – это появление специализированного программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и ручной инжиниринг, ну, то есть не основанный на каких-то, на каком-то анализе данных, да, сборе анализе данных, там, составление каких-то там отчетов, вот, на, опять же, использование имитационного моделирования, да, вот это вот только ручной реинжиниринг бизнес-процессов. Вторая волна – это 90-е годы и до, примерно до 2000-х. Третья волна начинается с 2000-х и, значит, продолжается, вот, катится до сих пор. И что в ней появилось? Во-первых, увеличилась степень автоматизации моделирования, во-вторых, появились исполняемые модели бизнес-процессов и вот эти самые BPMS-системы. А исполняемые модели бизнес-процессов – это то, как раз, что используется вот этими BPMS-системами. Появилось имитационное моделирование и она и, следовательно, анализ этих моделей в динамике и средства моделирования, которые интегрированы как раз в среду BPMS, то есть бизнес-процесс менеджмент систем, систему управления бизнес-процессом. Такой, как активити, коммунда, да, другие. Мне кажется, если первая волна уже, наверное, точно не жива, то вторая волна все-таки еще жива, да, мы подрезаем все больше-больше этой волны, но она все-таки еще жива. Да, и вот как раз, собственно, проставляя там галочки, да, что у вас есть, чего у вас нет, вы можете как раз посмотреть, в какой волне, в общем, вы находитесь, на какой, на гребне какой волны вы сейчас там, вот так сказать, находитесь. Вот, и, собственно, о чем мы, вот только что напомните мне вопрос, какой был как раз про моделирование, про то, как, какой набор моделей, да, там, собственно, да, там, вот набирать, да, что, что, что там. Значит, вот смотрите, вторая волна с 90-х, вот мы еще вернемся к этой схемке чуть позже. Значит, вторая волна, это, собственно, что? Это как раз построение домика Шейера, АРИС, методология АРИС, автор ее Шейер, и вот этот вот самый, да, там, домик Шейера, пять разрезов, пять, как бы, да, там, плоскостей, в которых моделируется деятельность организации, вот этот вот домик Шейера. И можно взять набор, там, например, моделей из домика Шейера. Можно ограничиться, например, функциональной моделью, ER-диаграммой, ну, просто потому, что если вы автоматизируете этот процесс, вам же интересно, собственно, еще какие данные по нему вы будете хранить. организационной структурой, ну, просто потому, что вам ее мапить на ваши бизнес-процессы, отображая участников, и, например, верхнюю уровню еще какой-то карты процессов, да, там, иерархической какой-то этой самой вот моделью для того, чтобы вам хотя бы на верхнем уровне, да, не прибегать к средствам моделирования, особенно, если вы BPMN-нотацию выбираете, там же вообще просто, ну, вот как вы всю эту картину верхнюю уровню вы в BPMN нарисуете. Вот. Значит, некоторые идут по пути, например, в верхнюю уровню картину, значит, да, там, структуру рисуют в IDF0. Но IDF0 – это функциональный подход, это вообще даже не моделирование бизнес-процессов. Моделирование бизнес-процессов в семействе стандартов IDF – это скорее IDF2, вот, а не IDF0-иннотация. То есть, ну, вот функциональная декомпозиция не равно модели бизнес-процесса. Вот, это как бы аксиома. И поэтому, ну, как правило, все-таки составляется какая-то карта верхнеуровневая бизнес-процессов, под которую подкладывается как раз вот каждый из бизнес-процессов, который там уже каким-то образом декомпозируется на свои составные элементы, то есть на процессы. Об этом мы еще поговорим, да, примеры. Посмотрим. Наша следующая как раз тема – это цели моделирования бизнес-процессов. Для чего мы все это делаем? Вот какие цели? Ну, цели моделирования, цели, с которыми мы берем в руки инструменты для моделирования бизнес-процессов, будь то хоть какие-то таблицы, будь то хоть инструменты для моделирования бизнес-процессов, такие специальные, да, с поддержкой каких-то нотаций. Это очень разные. Ну, вот, в частности, да, тут приведено множество целей, с которыми вы можете брать все эти инструменты в руки. Это, например, определить результат бизнес-процесса и его значимость для бизнеса. Ну, здесь, наверное, не какая-то развернутая модель, а просто, да, там, соответственно, какая-то схема, которая будет выделять основные процессы и, значит, таблица с результатами и приоритетами этих бизнес-процессов для бизнеса. Определить набор и последовательность действий, которые составляют бизнес-процесс. Почему? Потому что вот как раз у меня был случай, почему это важно, потому что у меня был случай, когда я интервьюировала, например, нескольких сотрудников, опять же, государственной организации в разных филиалах этой организации, в разных, значит, там, структурных подразделениях. Люди выполняли одну и ту же операцию, ну, один и тот же набор операций они не могли никак сойтись друг с другом насчет той последовательности элементарных операций, которые они выполняют. Да, 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 а это еще результаты там на отчеты влияли, то есть там все было очень весело. Так что да, собственно, составить и утвердить какую-то картину, да, там, общего процесса, который идет в одном отделении, в другом отделении, наверное, тоже бывает полезно. Определить и разделить зоны ответственности сотрудников или подразделений организации, с этим все понятно. Определить те ресурсы, которые потребляет бизнес-процесс, понять суть взаимодействия между сотрудниками и различными подразделениями организации, но здесь тоже все понятно, разделить, просто поделить полянку и закрепить за каждым его, значит, да, там какую-то зону ответственности и сказать, в каких случаях он должен там взаимодействовать, по какому вопросу с тем-то и тем-то. Учить ход движения документов в ходе процесса, определить потенциальные узкие места и возможности для улучшения процесса при ручном реинжиниринге, более эффективно внедрить стандарты качества, это тоже цель, использовать модели процесса для обучения новых сотрудников и как раз для написания и составления регламентов, да, тоже можно выполнять автоматизацию процесса, причем эффективно ее выполнять, описать деятельность предприятия в ценах для получения целостной картины и еще может быть там множество вот таких вот целей. Наталья, а вот у тебя вот на предыдущем слайде было про четкое соответствие стандартам, более эффективно внедрить стандарты качества. Можешь расшифровать, что это означает? Ну, собственно, у нас вообще вот этот самый, да, там менеджмент качества по ISO 9000, компанию сертифицировать, можно чисто формально, то есть, ну вот приносишь в библиотеку, да, там модели и описание в соответствующем шаблоне, которые требуют аудиторы менеджмента качества, вот, и, собственно, сертифицируешь. Тебе дают сертификат. Да, тебе дают сертификат, это увеличивает стоимость твоей компании, ну или не увеличивает, но бывает так, что... Не уменьшает. Ну, не уменьшает, да, и иногда еще появляются такие вредные заказчики, которые спрашивают, у тебя есть сертификат вот этот вот ISO 9000. Ты говоришь, нету, но мы с таким не работаем. Ну, вот крупные заказчики все-таки, как правило, предпочитают спрашивать этот сертификат у своих контрагентов, ну, просто потому, что они хотя бы понимают, что у организации существует определенная орг структура, им есть куда обращаться. На самом деле нет там аудиторы системы менеджмента качества, они, в общем, достаточно опытные люди в реинжиниринге бизнес-процесса, они подсказывают, как это оптимизировать, когда сертифицируют компанию по СМК. Но, тем не менее, значит, да, вот. Можно пойти там по какой-то формальной, да, по какому-то формальному пути, удовлетворить набору стандартных требований аудиторов, а можно задуматься о том, собственно, насколько качественно мы начинали, да, вот с этого, что бизнес-процесс это процесс преобразования входов-выхода с целью получения результата, то есть продукта, который ценен для потребителя. И вот как раз, когда мы говорим о модели бизнес-процессов с точки зрения именно повышения качества, то мы как раз нацеливаемся на этот результат и определяем требования к результату этого процесса и встраиваем в процесс механизмы, например, да, какого-то контроля, чтобы не получилось так, что вот мы делали-делали-делали что-то, вот наш продукт, он никому не нужен или он не удовлетворяет потребительским каким-то, да, там, ожиданиям клиента о его потребительских свойствах. И вот мы можем в сам процесс, да, там, изготовления этого продукта встроить какие-то механизмы контроля качества, да, там, собственно, будущего продукта и посмотреть, каким образом мы можем, во-первых, убедиться в том, что этот продукт ценен для потребителя, во-вторых, значит, убедиться в том, что качество этого продукта, оно не ниже, чем там определенные, да, там, заданные потребителями параметры, которые мы, опять же, определяем в процессе внедрения как раз системы менеджмента качества, ну, и так далее, и тому подобное. Да. На самом деле, сама перестановка процесса, а может, вот у нас просто в госорганах были проекты, когда просто изменение процесса приводило к улучшению показателей качества вот конечных, ну, целевых показателей, то есть конечных показателей конечного результата, то есть даже вот просто само изменение без всяких добавлений контроля. Ну, да, опять же, да, вот просто вот условно говоря, возьми, поменяй местами несколько операций, и видишь, какой чудесный результат вдруг у тебя получится. Вот люди находились внутри этого процесса, не могли на него со стороны посмотреть. Ты пришел, да, собственно. Это очень ценно, да. Да, сумел. Ну, и, соответственно, вот я уже говорила, что, собственно, само моделирование бизнес-процессов и проекты, которые включают в себя моделирование бизнес-процессов, очень часто проваливаются, несмотря на опыт, да, там, наши, ботатротные. Тем не менее, они очень часто проваливаются, и они проваливаются в моем понимании. Ну, вот в процентах 80 всех провалов, это за счет того, что на самом начальном этапе не определили всех стейкхолдеров, то есть целевую аудиторию правильно не определили, не поняли, с кем нужно согласовывать этой модели и в каком виде их нужно согласовывать, как эти люди, которые будут давать обратную связь по моделям, будут читать, да, там, эти модели, как им удобнее, в каком формате представлять, соответственно, нужны ли какие-то пояснения, соответственно, вот, ну и нужны ли какие-то консультации с теми, кто согласовывать будет и давать обратную связь. Как получить качественную обратную связь, да, там, соответственно, по этому процессу. Я лично очень люблю формализованную обратную связь, потому что она позволяет вести метрики этой обратной связи. Я даю табличку, в которой перечисляю все, значит, все то, что я отразила в модели, ну, как правило, это последовательность шагов, каждый шаг, да, там, и, соответственно, даю, значит, вот эти вот элементы и говорю, а вот теперь в этом столбце пиши, с чем ты там не согласен или замечание, как нужно, и все, вот, 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 вот табличка. И сразу понятно, кто прошел, подошел к процедуре согласования чисто формально, кто вообще, ну, так, чисто номинально участвует в этом процессе, а кто действительно думает и дает какой-то осмысленный фидбэк. Вот эта аппаратная работа по донесению результатов, она, ну, как бы сама по себе очень сложная, замечательная модель, но они не воспримут. Да, 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 именно. У нас был клиент, которому мы принесли диаграмму, он сказал, вы что, ну, издеваетесь со мной, я что, табличек читать не умею? Дальше мы ему, вот, потом сменился руководитель, мы ему принесли вот, ну, в такой же форме, сказал, слушайте, ну, сейчас так не принято, сейчас только в виде диаграмм. Вот, да, вот, да, вот, опыт сын ошибок трудных. То есть каждое изменение целевой аудитории, тех стейкхолдеров, с которыми вы работаете, она должна вести к пересмотру процесса работы, ну, какому-то изменению, по крайней мере, и, возможно, к изменению формата представления результатов работы этому руководству. Без этого никак. Значит, вот, собственно, целевая аудитория – это руководство компании, как правило, бизнес-пользователи, владельцы, в том числе, и бизнес-процессов, сотрудники структурного подразделения, которые занимаются управлением и контролем качества. Ну, почему? Потому что наши бизнес-процессы, в том числе и их область, значит, да, там, работы затрагивают. Сотрудники структурного подразделения, которые занимаются автоматизацией деятельности предприятия, то есть это наши IT-службы, и эксперты предметной области, которые выдают свое замечание по модели, по, собственно, да, там, вот составу этой модели, там, что в нее включить, и как это, собственно, все живет, и в том числе дают какие-то советы по поводу того, как это должно быть в результате, к чему мы должны прийти. Вот этот вот состав аудитории всегда нужно принимать во внимание и достигать компромисса, в том числе за счет нескольких встреч, как правило, с этой целевой аудиторией, относительно того, каким образом вы будете представлять результаты. И представление результатов – это, да, это нелегкое, это не просто вот приятное рисование, да, в каком-то инструментике чего-то, вот, потом выгрузка, и смотри, какой я молодец, а это тяжелый труд, очень тяжелый труд, реально, к которому надо готовиться, и человеку, который руководит команда аналитиков, которые моделируют бизнес-процессы, нужно выделять перед совещанием, на котором он будет отвечать на вопросы и представлять результаты, по крайней мере, час своего времени для того, чтобы подготовиться к такой встрече. Тогда, да, есть вероятность, что все пройдет. Вот, более-менее гладко. Потому что состав, да, наших стейкхолдеров очень разнородный, это раз. Во-вторых, каждый из этих участников, он может там, собственно, предъявлять свои требования к формату. Прекрасно. Наталья, мы немножко выбились из тайминга, рассчитывали на часик и уже уехали на 22 минуты. Да. Насколько еще рассчитывать нам по времени? О, ну, где-то, наверное, в таком же режиме, расслабленной, но, наверное, минут на 45 не меньше. Ну, давайте продолжим. Давайте продолжим. Уж тема будет интересная. Если у вас нет времени, то давайте завершим и встретимся в следующий раз. Как раз говорим про модели, аннотации. Нет, мне просто очень интересно, поэтому я, конечно... Продолжим. Я бы прям продолжил, да. Я так, Андрей, у тебя больше как бы тут, что предполагалось, что для слушателей... Да, да, два часа нужно будет как-то разбивать на кусочки. Ладно, подумаю, как это сделать. Давай тогда, Наташ, 45 минут, и это будет максимум. Хорошо? Хорошо. Насколько? Добро. Давай, погнали дальше. Да, и так, значит, вот вы пришли, вы консалтер или там внутренний сотрудник компании, который занимается вот этим самым делом, и у вас стоит задача каким-то образом описать и составить модели бизнес-процессов. Ваши основные шаги – это определить границы бизнес-процесса, определить роли участников, всех участников и их роли, определить функции, бизнес-функции процесса, привязать роли к бизнес-функциям, определить порядок исполнения этих бизнес-функций или шагов, да, там, добавить события и добавить документы или данные. Вот для всех распространенных нотаций моделирования хоть в PC, берите там хоть в PMN, это вполне достаточно будет. И это вот как раз состав той таблицы, которую вы можете представлять там вашим, условно говоря, вот этим вот контрагентам, которые будут работать с вами. Значит, артефакты моделирования, вот самые интересные артефакты моделирования бизнес-процесса. Значит, состав этих артефактов, он определяется как раз вашими стэкхолдерами, с которыми вы взаимодействуете. Ну и, как правило, вот какой-то набор, разумный набор артефактов, которые вы создаете, когда вы моделируете бизнес-процессов. Это карта процессов или там какой-то ландшафт, да, она показывает связи между процессами их взаимодействия друг с другом, их связи. Диаграмма ролей показывает роль исполнителей процесса и связи между ними. И сама модель бизнес-процесса, которая включает, во-первых, диаграмму окружения процесса. В PMN как раз вот тоже есть диаграмма окружения. Высокоуровневая диаграмма процесса. А диаграмма окружения – это сам процесс и вот те процессы, которые являются там смежными с ним, связанными с ним, да, высокоуровневая диаграмма, погробная диаграмма для каждой бизнес-функции или для каждого шага и диаграмма обработки исключений, как правило. Вот, собственно, состав ваших моделей. Ну и вот примеры, собственно, как раз этого ландшафта процессов или там высокоуровневые карты на примере управления финансовыми рисками банка, на самом верхнем уровне у нас управление финансовыми рисками банка, на втором уровне управление кредитными рисками, управление рисками банковской книги, управление рисками ликвидности, как пример. Вот, и дальше, соответственно, каждый из этих процессов также состоит из какого-то набора своих процессов, для которых, например, мы строим модели. Организационная схема. Опять же, показан пример на примере там какой-то финансовой организации. Ну, я думаю, что организационная схема это достаточно простая диаграмма и комментарии здесь не нужны. Диаграмма бизнес-процесса сама. Ну вот, в качестве примера приведена модель процесса, диаграмма процесса как раз в BPM с тремя участниками этого бизнес-процесса. Это вот по вертикали участники, там координатор, да, я вижу? Да, 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 да. Ответственный. Она в горизонтальном вот этом вот самом. Да, риск ответственный за формирование отчетности по уровням риска, риск координатор и ответственный за определение показателей триггеров риска. Плавательные дорожки, да? Да, плавательные дорожки так они называются. А звездочки это что? Это ифы? Вот эти вот. Это специальный элемент нотации BPMN, который называется комплексный шлюз. Если вы не можете сказать ни и, ни, и или, ни, или, и это явно не событийный какой-то шлюз, то ставим вот этот вот комплексный шлюз и говорим, и описываем, в каком случае мы… А, понятно, это свитч. Да, это свитч, это переход к одному, к другому, к третьему. Ну и модель данных, где отражены основные сущности, их атрибуты, какие-то связи между ними. Значит, обратите внимание, все эти модели я выполняла в таком инструменте моделирования, как ARIS Express. Это как раз бесплатный инструмент такой, который импортирует свои модели в большой ARIS. значит, большой ARIS их вполне есть, но у большого ARIS есть одна особенность. У него, как правило, все элементы моделей данных, такие как сущности, это определяется каким-то классификатором, и потом из этих моделей импортировать какие-то сущности, да, это дублирование того, что есть в классификаторах, может получиться, в частности. Но, тем не менее, в общем, такая возможность есть, она там существует, и если наладить процесс пополнения классификаторов ARIS вот этими вот элементами, которые отражаются в вашей модели, то, в общем, можно как-то более-менее более-менее спокойно жить. Значит, состав группы моделирования бизнес-процессов, это, как правило, владелец бизнес-процесса, специалист по управлению качеством, он тоже участвует, значит, бизнес-аналитик, который, собственно, моделировал, представляет результаты. Эксперт предметной области, это тот, кто как раз, ну, фактически сверяется с тем, что есть у него в голове, да, там, те модели, которые он видит, и тут те описания, которые он читает, и представитель IT-подразделения, это тот, кто будет автоматизировать эти процессы. Нотации и стандарты. Следующий раздел очень интересный. Вот чем дальше мы будем продвигаться, тем будет интереснее и интереснее. Да. Нотации и стандарты. Значит, ну вот, опять же, в хронологическом порядке те диаграммы, которые можно использовать для моделирования бизнес-процессов. Блок-схемы с 2021 года их составляют. Содержат следующие элементы для описания процессов. Это границы, то есть начало, окончание процесса, действия, документы, данные, ветвления, то есть какие-то переходы между как раз действиями, выполняемыми участниками процесса. Блок-схемы – универсальный такой инструмент. Значит, если ваш бизнес отказывается разговаривать с вами в каких-либо нотациях, нарисуйте ему блок-схему. Модели, которые созданы с использованием семейства стандартов SAT и IDF, ну, здесь все понятно. Да, это совокупность взаимосвязанных действий, которые реализуются на основе определенных правил, то есть управления с учетом потребляемых ресурсов, которые как раз моделируются таким элементом нотации как механизм, имеющих четко определенный вход, input, да, там, и не менее четко определенный выход, output. Значит, вообще описание именно функциональной модели деятельности предприятия в этом подходе – это преобразование как раз входов в выходы с использованием механизмом и по управлению, под управлением вот этого вот самого контролла управляющих. Это управляющий механизм. Слово механизм встречается два раза, но стрелки называются управление, механизм, вход и выход как раз. Ну, так что вот как-то так. Модели, которые создаются с использованием методологии АРИС, вполне себе, хотя она уже отходит, она уже менее популярна, но в свое время просто безумно популярная методология. Почему? Потому что она в том числе создает информационную модель предприятия. Это ее главная цель, да, там, соответственно, информационную архитектуру предприятия она создает. Значит, здесь у нас с вами в методологии АРИС вот как раз мы строим этот домик Шейера, объединяем модели в пять типов представлений. Это представления, эти представления – организация данной, функция, продукт или услуга и управление. И вот как раз в представление управления встраивается наша с вами собственной диаграммы процесс-флоу, то есть вот, да, там функциональное представление как раз. Это где дорожки, да? Да. Нету EPC, нету в АРИС дорожек. А что такое тогда диаграмма EPC? Сейчас я покажу. Ну, там нет дорожек. Там роли как раз в организационной структуре привязываются непосредственно к самим функциям или к самим шагам процесса. Ну, то есть существует отдельный элемент там диаграммы, который называется. Ну, сейчас посмотрим, да. Я, кажется, понимаю, о чем-то. Сейчас визуализируем и будет нормально. И, соответственно, вот непосредственно бизнес-процесс – это EPC или событийная цепочка процесса, которая включает шаг процесса, события, операторы явления, организационные единицы и ресурсы. Документы, информационные ресурсы и информационные системы. Дальше мы можем использовать диаграммы, созданные на нотации BPMN, то есть это диаграммы процесса. Там в BPMN существует четыре вида диаграмм. Диаграмма процесса – это вот известная всем. Это так, где дорожки. Диаграмма взаимодействия. На ней может, как правило, вот уже не бывает дорожек. Это взаимодействие между двумя или несколькими процессами. Диаграмма хореографии и диаграмма диалога. Диаграмма диалога – это фактически некое переложение диаграммы use-кейсов на какой-то специфический такой язык BPMN. И также, опять же, UML мы можем использовать для моделирования бизнес-процессов, особенно их автоматизируемой частью. Диаграмма деятельности и реактивити очень напоминает диаграмму BPMN, точнее, диаграмму процесса BPMN. Прошу прощения. И кроме того, соответственно, UML и BPMN сейчас – это продукты одной и той же компании, которая выпускает стандарты. Это консорциум ОМГ. И консорциум ОМГ сейчас приходит к выводу, что надо бы собственную диаграмму деятельности из UML удалить и заменить ее как раз диаграммой процесса BPMN. При этом, соответственно, диаграмма процесса BPMN, скорее всего, именно перетерпит очень большие изменения в результате. Но что интересно, диаграмма процесса BPMN была же вдохновлена диаграммой деятельности. Да, да, да. То есть вот очень все интересно происходит. Да, она была выделена в отдельный вид диаграмм как раз в стандарте BPMN. И да, и вот сейчас консорциум ОМГ говорит, что надо бы их объединить как-то. Как-то объединить. Вот. Но, собственно, сама активити диаграмма, да, она вообще создавалась по принципу ничего лишнего. А в BPMN там, ну, одних только шлюзов и событий, да, там несколько разновидностей, несколько штук под каждый, условно говоря, под каждую потребность бизнеса. Вот. И поэтому она очень избыточная, диаграмма BPMN, но выразительная мощность у нее на порядок выше, чем диаграммы деятельности в E-mail. Но, тем не менее, да, диаграмму деятельности тоже можно, в принципе, использовать как замену диаграмм процесса. И, кроме того, соответственно, диаграммы вариантов использования вы тоже можете теоретически. Вот, ну, вас не поймут люди, которые занимаются оптимизацией, да, и управлением бизнес-процессами, но, тем не менее, тоже можно использовать для моделирования бизнес-процессов. Вот. И как раз вот эволюция подходов к моделированию бизнес-процессов. Методология САД, семейства стандартов, идеев, иннотации, DFD и ER-диаграммы, это первая волна. То есть, все основные, да, там, изобретения и все основные подходы были заложены уже вот к завершению первой молнии. Вторая волна – это просто методология ARIS. И в качестве именно диаграммы процесса, вот это вот процесс-флоу, да, значит, методология ARIS используется event-driving process chain или событийная цепочка, вот это вот самое, EPC. Значит, а третья волна – это BP-мен, это как раз UML. И нотации, моделирование, точнее, языки даже, да, там, на базе XML – это BIPL, BPML, XPDL и прочее, которые, значит, используются для как раз именно кодирования, именно кодирования, не моделирования, кодирования исполняемых моделей процессов. в XML-читаемом, да, там, формате. И которые, кроме того, значит, да, они у каждого, в общем, у каждого вендора, да, там свой какой-то собственный этот самый стандарт XML. Что характерно для третьей волны, особенно вот начиная там с 2000 года. Война стандартов, война стандартов. BPMN поддерживать, не поддерживать. А вот что BIPL, BPML, XPDL, там вот, ну, каждый вот фактически вендор крупный, который фактически подходит к идее создания своей, там, да, BPMS-системы, он претендует на звание самого-самого лучшего и вот того, чьим стандартам все должны исследовать. То есть она претендует на то, чтобы стать индустриальным стандартом. Война стандартов, невозможность фактически переноса моделей в простом, да, вот в виде взял XML-файл, загрузил туда, загрузил сюда, выгрузил оттуда, загрузил сюда. между различными BPMS-системами очень сильно затрудняет как раз, да, вот повторное использование и перенос каких-то машинно-читаемых моделей с одной платформы, там, например, на другую, да, то есть крупплатформенность не поддерживается. У меня есть такая аналогия. Те, кто в 90-х годах, да, там, соответственно, начинал работать с персональными компьютерами, конечно, знают, что было на разных там операционных системах и даже на одной операционной системе несколько разных там текстовых процессоров, да, которые каждый в своем формате сохраняли файлы. Эти файлы мучительно, с трудом импортировались из одной системы в другую, а в ряде случаев вообще не импортировались. То есть нельзя было взять там и так просто открыть документ, созданный там в текстовом редакторе в Word в каком-то другом текстовом процессоре. Там нужно было выполнить несколько хитрых там, да, там операций по импорту этого документа и импортировался он довольно криво. Вот на самом деле именно на этом этапе, да, там, чтения моделей в XML-форматах мы сейчас и находимся. Мне кажется, что это процесс объективный. И да, понятно, что отсутствие интероперабельности это, ну, очень плохо для нас, как для потребителей, для нас, как физиоаналитиков, для бизнеса. Но это вот, да, между прочим, вот эта проблема с несовместимостью форматов текстовых процессоров, она, собственно, до сих пор же, правильно? То есть ее же так и не решили. Значит, OpenXML не совместим с OpenDocument никак. И тут то же самое, этого не будет. Мне кажется, вот даже если вот поизучать внутрь войти вот в эти вещи, они несовместимы часто логически. То есть их даже вот нельзя, как бы, вот свойства мазоморфизма они не обладают. Поэтому это объективно. Тут вот я, можно еще закончить? Это первый момент, да, который просто объективно не дает сделать хорошо. И второй момент. Вот, например, мы в своей работе часто для многих проектов используем не вот эти нотации, да, а создаем более простые свои. Ну, нам не нужно столько элементов. Нам проще общаться с клиентом, когда у нас какая-то своя нотация. Понятно, что мы ее конвертируем в одну из этих, ну, просто для отображения, вот для таких вещей. И это, как бы, еще один, ну, как бы, момент, который мешает. Поэтому, мне кажется, это достаточно обеспечивает, и тут ничего не сделаешь. А вот тут вот начинается еще одна очень интересная тема соглашения о моделировании, которые должны существовать в каждой крупной организации и в каждом серьезном проекте, в котором есть очень много участников, заинтересованных лиц, которыми мы, как люди, которые моделируют бизнес-процессы, взаимодействуем. Николай, а ты обратил внимание, как у Натальи поменялся голос? Он стал более вкратчивым, и, по-моему, она готовится к какой-то... Гадкой штуке. Гадкой штуке, да. Ну, я не знаю, вы сейчас, ну, как бы, вы ее называете гадкой, но мне кажется, это не гадкая, это единственное... Ну, как, если она единственная возможная, как мы можем назвать ее гадкой? Да, естественно. Вот. Но соглашение о моделировании сейчас за рамками этого доклада, просто потому что это отдельный и не на час разговор про соглашение о моделировании, зачем они, что они включают и вообще как с ними жить. Ну, я думаю, наши слушатели поняли, в каком направлении двигается мы, уже двигаться, да. Вот. Но они как раз не про войну форматов, то есть соглашение о моделировании, как правило, проблем с войной форматов не снимают. Следующий слайд – это вот как раз организации по стандартизации, это вот все третья волна, которая определяет методологии создания исполняемых моделей. Вот их из известных мне три, четыре, простите, и каждая из них, она вот как бы претендует на звание индустриального стандарта, то есть четыре стандарта, да, и вот что из них выбрать. Дальше будет связочка между организацией и вот теми стандартами, которые она представляет. Значит, вот стандарты в области описания архитектуры в workflow систем, языки определения бизнес-процессов или нотации, да, там определение бизнес-процессов, почему, и графические нотации, диаграмм для описания бизнес-процессов. Язык – это все-таки нечто более строгое, нотация – это все-таки что-то более гибкое, поэтому они разделены на два, на две разных категории. И, соответственно, языки определения бизнес-процессов – это и XPDL, и BPML, и BPL, да, там, соответственно, и многие другие, соответственно, стандарты. А графические нотации, диаграмм для описания бизнес-процессов – это BPMN. BPMN транслируется в BPL на самом деле, то есть есть конверторы, которые вполне себе, да, там могут фактически из одного сделать другое, и в BPMN тоже транслируется. Вот как раз эти преобразования – это фактически и есть работа вот этой самой BPMN-системы. Ну, примерно как мы пишем, да, вот запросы на языке SQL, движок базы данных, он там выполняет тот запрос, который мы ему послали, и, значит, выдает нам какой-то результат. Вот примерно так же работает и BPMN-система. Значит, вот она война стандартов, вот оно разнообразие стандартов, и есть еще и другие стандарты, я их сейчас даже вот рассматривать не буду, просто на следующем слайде, знаете, что они есть, как минимум шесть. Вот, и причем одни и те же самые, да, там, организации, такие как ОМГ, выпускают различные стандарты под различные цели. Вот. ОМГ выпускает Business Process Definition метамодель, то есть метамодель, которую в частности она закладывает и в подход к составлению своего стандарта BPMN 2.0, ну и одним словом, ну вот здесь, да, здесь есть куда развернуться. И сейчас тенденции развития стандартов таковы, что BPMN и People for Workflow Systems пытаются через ОАЗИС утвердить в качестве промышленного стандарта. Значит, опять же, ОАЗИС, значит, рассмотрел, уже рассмотрел спецификацию Workflow XML и создал собственный комитет по разработке спецификации языка определения бизнес-процессов на основе вот этого самого БИПЛ, БИПЛ-форвард-флоуэ систем с учетом тех решений, которые вот представил BPML. И ОМГ как раз решил объединить BPMN и Activity диаграмму UML в будущей редакции языка UML и нотации BPMN в следующей версии. Вот посмотрите, мы говорили о трех волнах, три волны развития подходов к моделированию бизнес-процессов. Какую нотацию выбрать? Кто что использует? Вот посмотрите, продукты и платформы, которые лежат в основе BPMN и поддерживаемой нотации. Наверное, больше половины платформ и продуктов, на основе которых создаются и строятся BPMN поддерживают нотацию BPMN 2.0. Теперь понятно, почему эта нотация получает в последнее время такое широкое распространение и почему ее пытаются сделать, но не очень получается, универсальным средством для моделирования бизнес-процессов. Наталья, а я правильно понимаю, что BPL, он как-то больше к закату движется, а BPMN он больше развивается? Какая-то рекомендация? Может быть, вот аналитик такой сидит, думает, что выбрать? Ну, BPL вообще это язык. Это примерно как XML руками писать. Существуют средства, которые помогают строить в них диаграммы. Это отдельный вид искусства. Нет, для BPMN, например, Oracle BPL Process Manager, там BPL знать вообще надо. Все зависит от той платформы, на которой человек работает. Он, наверное, не будет ставить Visual Studio от Microsoft, если он работает, например, с Java какой-нибудь Рокловой, соответственно. Ну, вот так и здесь. Поэтому рекомендации зависят только от того, на какую платформу он придет. Но все больше и больше тех платформ и тех продуктов, которые в этой области выпускаются, они поддерживают нотацию визуальную BPMN 2.0, которая транслируется в как раз те XML-схемы, которые непосредственно платформой исполняются. Вот. Как-то так. Вот. И BPMN получает все больше и больше популярность, вытесняя там остальные нотации, такие там как PC, да, а уж про IDF0 там как-то и говорить не приходится в этом контексте. Ну, все-таки, мне кажется, пока вторую волну списывает, совсем уж списывает рано. Конечно, рано. Ну, конечно, рано. Собственно, и даже не только у нас, но и за рубежом. Конечно, рано. Но вообще тенденции именно зарубежные, они такие, что вот, например, я знаю, что в... Ну, дальше не следило. В 2018 году, например, четыре крупных банка в Германии, они, собственно, стали интересоваться PPMN-системами, внедрять их у себя, искать под это дело аналитиков. Аналитики там, ну, во-первых, должны прекрасно знать стандарты PPMN 2.0, а во-вторых, еще все-таки понимать отличие исполняемой модели от моделей неисполняемой. Все задачи, которые удается откусить использованием исполняемых нотаций, ну, конечно, надо откусывать, это понятно. Да, вот исполняемых моделей, да. Ну, там существуют еще свои там подводные камни. Эти системы, они достаточно сложно интегрируются в какие-то единые платформы, да, там, на основе которых создаются новые продукты буквально в два щелчка мыши. Но, тем не менее, в общем, упорным трудом эти проблемы также можно решить. Вот. Критерии оценки BPM-решений по Гартнеру, вот как раз не только эту карту, да, там, три волны развития подходов к управлению бизнес-процессами можно использовать, но еще и критерии как раз оценки BPM-решений по Гартнеру. Значит, BPM-решение, значит, да, там, чем больше галочек, тем больше баллов. BPM-решение поддерживает задачу человек-человек, то есть human workflow. И, кроме того, оно предоставляет удобный пользовательский интерфейс. Она поддерживает, собственно, модели организационной структуры и создания ролевых групп для определения точного, да, там, участников процесса. Предоставляет возможность переназначения задач на других участников процесса, предоставляет возможности оперативного вмешательства в процессы, обработки исключительных ситуаций. Это значит, что этот инструмент уже достаточно гибок, да. Собственно, возможности управления логикой процесса с рабочего места пользователя, удобство использования и администрирования, наличие графических средств как раз в разработке моделей бизнес-процессов. Это поддержка общепринятых архитектур и стандартов. Это производительность и масштабируемость, способность обслуживать тяжелые процессы, да, там, продолжительные, распределенные, понятный интерфейс и возможность минимального участия, там, IT-специалистов во внедрении и поддержке, то есть совокупная стоимость владения снижается, возможность информирования в реальном времени по отклонениям показателей процесса и сбор их, опять же, в реальном времени, что немаловажно, поддержка сервис-ориентированной архитектуры, присутствие шаблонов бизнес-процессов, каких-то референтных моделей бизнес-процессов, на основании которых могут быть разработаны новые процессы и низкая совокупная стоимость владения этим решением. Ну и инструменты моделирования, по крайней мере, да, здесь я не патендую на полноту, это то, с чем я когда-либо работала, и там виды моделей, которые, собственно, как правило, присутствуют и сопровождают модели бизнес-процессов и в чем их можно создавать. Здесь я ориентирована, естественно, на вторую волну, в том числе. Почему? Потому что у каждой BPMS-системы существует свое средство создания гер-моделей и вообще моделей данных, в том числе с трансляцией в базы данных, то есть в структуру каких-то таблиц, которые в базе данных хранятся и так далее. Вот. Значит, ну и несколько слов о реинжиниринге бизнес-процессов. Собственно, сам реинжиниринг, бизнес-процесс, вообще тема отдельная, тяжелая и требующая отдельного времени. Значит, вообще реинжиниринг начинается с того, что мы определяем показатели, да, там, эффективности бизнес-процессов и определяем, какие данные можно собрать и проанализировать по этому процессу. Значит, эти данные можно разделить там условно на вот такие категории, как показатели качества функционирования процесса. Это оценка продукта, вот результата, да, там, этого процесса с точки зрения потребителя, такая как там приемлемость и пригодность. Это эффективность процесса, в которую входит там, да, такой показатель, как стоимость издержек, переделки, значит, отходы, другие потери времени и ресурсов, деловая эффективность, то есть оценки с точки зрения ценностей для бизнеса, прибыльность продукта, прибыльность как раз организации, да, доля прибыли, которая, да, там приходится на какой-то отдельный процесс. Это интегральные временные показатели, то есть дата предоставления товара или услуги конечному потребителю, время разработки и тому подобные показатели. При этом интегральные временные показатели, они скорее вот не про какую-то, не какой-то, не какой-то менеджмент этого процесса с точки зрения времени, а скорее про тайм-то-маркет, да, и про возможность поставки продукта к конкретной даче. Вот это все тоже можно, эти задачи также решаются средствами там имитационного моделирования и средствами моделирования бизнес-процесса в частности. Значит, точность и полнота, соответственно, этого процесса, это качество взаимодействия с клиентом, то есть учет требований клиента и скорость реакции на какие-то, да, там поступающие со стороны клиента сигналы, это все вот это показатели качества функционирования процесса. Опять же, данные, которые характеризуют мнение потребителя о качестве процесса, значит, смотрите, показатели качества функционирования – это то, что определяем мы, а данные, которые характеризуют мнение потребителя о качестве процесса, то такой фидбэк мы получаем непосредственно от клиента и на основе, в частности, там, да, опросов, фокус-групп, там, мы выявляем и получаем эти данные. Данные, которые позволяют сравнить притекание аналогичных процессов в вашей организации и в других организациях, то есть результаты сравнения вас с кем-то еще. Это все вот те данные, которые вы собираете и анализируете. И реинжиниринг любой начинается с анализа о текущем положении вещей, вот со сбора этих данных, их обработки и представления их в виде каких-то отчетов, да, и каких-то аналитических выводов. Ну, чтобы попасть в точку B, нужно понять, откуда двигаться, если ты не знаешь точки A. Да, да, да. И вот как раз обычный, ну, стандартный, да, там, подход к инжинирингу бизнес-процессов, он как раз и состоит, во-первых, из создания моделей текущего состояния, из проведения анализа текущего состояния, да, там, и сравнительного анализа на основе данных, которые позволяют сравнить протекание логичных процессов нашей организации и других, то есть сравнение нас с отраслевыми стандартами. Выработку стандартов для каждого показателя, который получен в результате анализа, вот на основе как раз анализа текущего состояния, сравнительного анализа, вот мы вырабатываем какие-то вот усредненные стандартные показатели для каждого из вот этих вот самых количественных метрик процесса. Дальше мы выявляем проблемы, которые возникают при реализации данного процесса. Это могут быть как проблемы с качеством, да, конечного продукта, так, например, проблемы с эффективностью процесса временной, ресурсной, там, да, и так далее, и тому подобное. Бывает так, что эти проблемы, они бывают связаны друг с другом, и бывает так, что эти проблемы друг с другом не связаны. Дальше мы создаем видение будущего состояния процесса или модели 2B и готовим список инициатив, которые необходим для достижения желаемого состояния процесса. Вот если обратить внимание, здесь используется примерно та же технология, которая используется в бизнес-анализе с body of knowledge, да, вебок 3.0. Значит, список инициатив. Вот с чем работает на входе бизнес-аналитик, и вот зачем ему нужно моделировать бизнес-процессы. Для того, чтобы определить список инициатив, которые необходимы для достижения того, той точки, в которой мы стремимся, той цели, к которой мы стремимся. И эти инициативы, они все, опять же, оцениваются с точки зрения их экономической эффективности, и дальше они либо там принимаются, включаются в дорожную карту, либо отклоняются и там, говорится, для будущего времена. То есть первичная приоритизация ведется еще на основании как раз вот моделирования бизнес-процессов и их анализа. А дальше эти инициативы могут включать в себя автоматизацию, да, там отдельных бизнес-процессов. Они могут включать в себя там реинжиниринг бизнес-процессов. Причем этот реинжиниринг, он не всегда, в общем, да, имеет дело с автоматизируемыми бизнес-процессами, а не всегда. Ну и дальше мы, собственно, разрабатываем рекомендации по оптимизации процесса, и, как правило, на этом наш реинжиниринг, собственно, завершается. Можно я немножко влезу, да. Когда вот мы тоже такими вещами занимались, мы для себя выработали такую цепочку. Мы смотрели, есть показатели, ну, конечного результата, что дает процесс, да. Показатели, собственно, процессные, как он работает, его эффективность, да, потому что он может быть замечательно, хорошо давать результаты, но, соответственно, быть неэффективным, да. Тоже определяем планы. И дальше, ну, как бы вырабатываются мероприятия. У мероприятия тоже есть показатель, потому что, в принципе, мы можем выполнить какое-то мероприятие, да, но процесс не изменится, ошиблись, да. И потом мы анализируем, да, то есть мы можем выполнить все мероприятия, а процесс не изменится. Может так получиться, что процесс изменился, мы сделали этого, но, конечно, результаты те же самые. Или еще путь. Ну, да. И вот это вот, всегда вот этот вот баланс на каждом уровне, вот, ну, как-то, да. Ну, да, да, это, опять же, цикл в цикле, да, естественно, рекомендации по оптимизации процесса и дальше претворение в жизнь и анализ полученных результатов, конечно. Вот. Вот. И, соответственно, есть несколько подходов к реинжинирингу бизнес-процессов, из которых, собственно, вот методика быстрого анализа решения и реинжиниринг процессов. Это две наиболее используемые методики. Вот. Но расположены они здесь в порядке увеличения их эффективности, то есть снижение числа ошибок и каких-то вот этих вот, то, что в джире называется ишью, да, там, ишью с процесса, каких-то шероховатостей, да, там, помех в процессе, вот, они расположены от нуля там до там вот в порядке в порядке возрастания, в порядке возрастания, в порядке снижения количества этих ошибок. То есть, если мы будем говорить о, да, там, именно вот том, что процессы – это те, которые, ну, там, без сучка и задоринки, то реинжиниринг процессов дает самые великолепные результаты, но он очень дорогой, тяжелые ресурсоемкие. А вот фаст-методика, она тоже дает результаты, но мало, но она самая быстрая, легкая и, собственно, вот, ну, вот фактически все джайл, вот эти вот ориентированные товарищи, они фактически и применяют эту методику. Она, в принципе, основывается как раз на использовании таких методик, как сбор брейншторминг, сбор обратной связи от экспертов, сбор мнений экспертов, их обработку, вот, и, в принципе, ориентирована скорее на то, чтобы собрать людей вместе, посмотреть, что они предложат, проанализировать их предложение и принять как некоторую дорожную карту. Вот. То есть здесь вот интуитивные методы принятия решений, собственно, бенчмаркинг процесса это чуть менее интуитивная методика, но вот для фаст это коллективная экспертная оценка и коллективная генерация идеи. И, собственно, вот при применении этой методики, при принятии правильных решений, интуитивные решения не всегда правильные, значит, при принятии правильных решений можно снизить число ошибок в процессе на 5, от 5 до 15 процентов на трехмесячном периоде. Это вот как раз цифры по индустрии. Ее преимущество – это быстрота, простота, низкая стоимость и ориентация на заказчика, который вовлекается в процесс и определяет проблему или процесс как объект совершенствования, добрая действия и решения как раз того коллектива авторов, который эту методику использует. А недостатки – это относительно локальность исследуемого процесса, то есть мы находимся только вот в границах этого процесса, мы не видим смежные их влияния на исследуемый процесс. И часто принимаем следствие за причину, то есть мы лечим не болезнь, а боремся там с каким-то ее симптомами. Причина, которая может корениться, да, вот в которой могут корениться проблемы с бизнес-процессом, она может находиться вне, за пределами анализированного процесса. И здесь мы как раз сами себя загоняем вот в такие вот рамки. Ну и, соответственно, значит, меры, которые мы принимаем и которые дают результат, этот результат может быть эффективен непродолжительное время, как все интуитивные вот такие подходы, да, они очень долговечные. Бенчмаркинг – это, соответственно, ну, бенчмаркинг и есть бенчмаркинг, когда вы сравниваете себя с какими-то другими эталонными процессами организаций, которые занимаются примерно тем же, чем и вы. Значит, и ее преимущество этой методики – это быстрота и, опять же, относительная дешевизна, собственно, и она дает результаты получше. Уровень ошибок снижается от 20 до 50%. Собственно, недостатки – это то, что вы можете использовать, условно говоря, те паттерны, которые вы видели в других организациях, и ошибки также принести в свою организацию. Вот. Собственно, перепроектирование процесса – это фактически, когда вы проектируете существующий процесс заново и проектируете вот так, что фактически проектируете его с нуля. Вот. И, кроме того, значит, при перепроектировании процесса – это та методика, которая как раз используется, когда вы используете имитационное моделирование процесса. И вот как раз именно перепроектирование нередко совмещается с бенчмаркингом. Значит, перепроектирование позволяет уменьшить затраты сильно на процесс, сократить длительность цикла и, соответственно, снижать количество ошибок на… ну, в интервале где-то от 30 до 60 процентов. Вот. Длительность, как правило, цикла перепроектирования процесса – это от 80 до 100 дней занимает вот эта вот деятельность. А недостатки – это то, что этот, соответственно, метод в основном ориентирован на совершенствование тех бизнес-процессов, которые относятся к управленческим процессам, и он не предполагает серьезный пересмотр функционально-электрический структур, которые лежат в основе этих процессов и не изменяет их содержание. То есть он как раз функциональную саму структуру не трогает, он только конкретными процессами занимается, которые вот непосредственно выполняют какие-то исполнители. Вот. И как раз именно этот метод иногда радикальных-то изменений не приносит, а используется, ну, вот для снижения, для того, чтобы отрапортовать, что мы тут строили, строили, наконец, повысили эффективность, а по сути-то ничего не изменить. Вот как раз именно этот подход. Если наша цель такова, то можно использовать этот подход и вполне себе преуспеть. Вот. Ну и, соответственно, инжиниринг и реинжиниринг. Инжиниринг – это когда мы какой-то новый процесс разрабатываем и внедряем. Реинжиниринг – это когда мы меняем, собственно, на непосредственно уже существующий процесс. И вот как раз реинжиниринг бизнес-процессов. На первых слайдах презентации у меня как раз определение бизнес-процесса именно этих авторов – Хаммер и Чампи. они вот как раз основоположники идеи реинжиниринга бизнес-процессов. Значит, оно восходит к 90-м годам, возникло в США, и этот подход как раз именно тогда и начал развиваться. И реинжиниринг бизнес-процессов – это не просто, да, там условно какие-то функции снижения затрат вводятся, а именно фундаментальное переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких показателях, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность. То есть мы начинаем от цели оптимизации и начинаем вырабатывать какие-то меры и перепроектировать этот процесс так, как будто мы себя никакими рамками уже не ограничиваем. Ну и здесь как раз при реинжиниринге процессов, именно реинжиниринг нацелен скорее на процессы, определяющие деятельность организации, то есть ее основные процессы. И кроме того, этот реинжиниринг, как правило, осуществляется периодически. Вот стандарт бизнес, простите, СИБОК, процесс менеджмент, body of knowledge, свод знаний по управлению бизнес-процессами, он рекомендует проводить реинжиниринг процессов. Где-то с регулярностью раз в год. И, соответственно, с реализацией как раз именно этого реинжиниринга мы с вами уже знакомились. Это постановка цели стратегической, анализ существующего положения, разработка нового видения и выделения тех бизнес-процессов, которые будут подвергнуты реинжинирингу. И, соответственно, внедрение измененного бизнес-процесса. Это вот то, что мы делаем, когда мы выполняем реинжиниринг бизнес-процессов. Мне кажется, что реинжиниринг как раз очень плохо идет в государственных структурах, потому что вот это вот целеполагание в реинжиниринге – главная, конечная цель. Зачем мы это делаем? А вот, да, а там все больше вокруг процессов. Да, да, как раз бенчмаркинг, да, перепроектирование, там вот, да, вот как раз. Да-да-да, а вот реинжиниринг им не нравится. Да, очень сильно. Вот. Ну и вот некоторые методы совершенствования бизнес-процессов уже на каких-то конкретных мероприятиях. Да, там, соответственно, что можно проверить, чек-лист какой-то ваших процессов, сделать, на основе которых, да, там, вы будете собирать соответствующие данные, их анализировать и приходить к выводу, нужны ли ваши процессы в как раз, например, перепроектировании или реинжиниринге. Это удовлетворение требований к качеству процесса, объединение нескольких задач в одну задачу, поврешение вовлеченности клиентов в процесс. Это интеграция поставщиков в процессы, организация, это создание различных версий процессов, каждая из которых комментирована на какую-то соответствующую ей ситуацию или случай. То есть, ну, например, да, обслуживание одного клиента в каком-то офисе, значит, вы можете просто… Если у вас очень неравномерный поток клиентов, то обслуживание одного клиента идет по… Или там от одного до десяти идет по совершенно другому процессу, чем там, например, нагрузка на офис от там ста и выше клиентов, там, ну, например, в день, да. Вот. И вот выделяя такие ситуации, кейсы, случаи, вы можете рассматривать несколько различных версий процессов. Ну, например, да, у вас сидит несколько клиентских менеджеров, которые обслуживают клиентов. Если клиент один, то у вас остальные клиентские менеджеры переключаются на выполнение каких-то других задач. Это простейший пример, да, вот как раз к созданию различных версий. Это упрощение процессов, значит, в частности, уменьшение количества входов, ориентация на повышение их автономности, то есть связи с другими процессами. Внутри процесса должно быть как можно меньше. А для этого процессы должны быть как можно более короткими какими-то, да, там, чтобы вот получил какой-то результат, передал уже на, уже в следующий процесс. Ориентация на повышение автономности – это как раз вот в том числе и выделение каких-то, да, там, переиспользуемых, повторяющихся процессов, у которых четко определено всего лишь несколько входов и четко определен результат, и мы их вот встраиваем в общую картину своих процессов. Это и направленность на сокращение временных параметров процесса, как общего, да, там, вот, ну, интегральной характеристики, там, сколько этот процесс там занимает времени, так и длительности там каких-то отдельных операций, устранение излишних или длинных потоков, точнее, цепочек, да, вот этих вот самых операций, устранение разрывов в бизнес-процессах, то есть если вот мы видим, что один процесс и другой процесс, они явно как-то связаны друг с другом, но мы не понимаем сути этого взаимодействия, мы устраняем вот как раз этот разрыв. Вот, это и минимизация потребляемых ресурсов, и другие параметры, и вот каждый из них может уже, да, там быть и лечь в основу какой-то оптимизационной задачи. Вот, может несколько, может один. Но если мы говорим как раз о ручном реинжиниринге, то, да и не только о ручном реинжиниринге, можно начать вот работу по оптимизации составления, вот примерно такого чек-листа, пройтись и определить те зоны, которые нуждаются в улучшении. Ну и, наконец, литература. Да, значит, собственно, что можно почитать. Я дала ссылки на последнем слайде. Я рекомендую список книг, которые там в презентации как раз приведем. И первое из них – это как раз знания по управлению бизнес-процессами. В том числе входит сюда и стандарт BPMN 2.0, который опубликован на сайте ОМГ. И совершенно чудесный сайт, там популяризирующий BPMN 2.0 Дениса Котова. Ну и несколько достаточно интересных, с моей точки зрения, книг, которые посвящены именно на процессному подходу к управлению. А автора я знаю одного из, но со вторым тоже работала, пересекалась в своей трудовой биографии. Это Владимир Лепин и Виталий Елеферов. Виталия Елеферова я прямо нежно люблю и уважаю. Кроме того, он один из президентов ассоциаций, русского чаптера ассоциаций профессионалов в области управления бизнес-процессами. Вот. Ну, собственно, вот у меня на сегодня все. По крайней мере, я думаю, у всех сложилось ощущение, что вот эта вот первая фраза Натальи о том, что все не так просто, что это действительно так. Вроде бы и просто, а вроде бы очень много подводных камней. И война стандартов, и работа со стейкхолдерами. Ну, в общем, достаточно много прозвучало, мне кажется, проблем, которые прям... Но, тем не менее, они все в той или иной степени преодолеваются. То есть это не то, чтобы какие-то там блокеры, да? Да, безусловно. Терпение и труд все перетрут. Некоторые проблемы даже приятно решать. По крайней мере, интересно. Да, видно, что вот здесь прям целая методология, но знаешь, что мне показалось? Вот правила дорожного движения, их много, они, в принципе, не сложные, но их надо знать. Видимо, это из разряда правила писаны кровью и потом, чтобы не совершать ошибок и потом не выдирать седые волосы из своей головы. Лучше все-таки иметь правильный подход к тому, чтобы проектировать ППшки. И потому что ты вначале выберешь не тот инструмент, не тот инструмент, или не сходишь к какому-нибудь стейкхолдеру, тебе не то, чтобы переделывать придется. Может быть, тебе придется переделывать в другой компании. Тот бизнес-процесс, который ты неправильно сделал. Или думать о том, что надо было делать все по-другому. Ну да. Да, цена ошибки достаточно велика. И я бы сказала, что тем не менее, как раз вот именно третья волна, несмотря на вот эту войну стандартов, там и все остальное, она нацелена на то, чтобы цена ошибки, она все-таки была не такой большой. Но цена ошибки достаточно велика, потому что мы влияем на эффективность компании, на ее финансовый результат при реинжиниринге бизнес-процесса. И цена ошибки, может быть, невелика. И чтобы сделать ошибку, было сложнее. Вот же очень важно, чтобы… Не совсем, чтобы ее можно было быстрее исправить. Ну да, да, да. Поймать, да. Да, да. На ошибки, да. Собственно, все поняли, что ошибки-то мы все совершаем, но как ее исправить? Собственно, да, да. Вот как раз третья волна, она нацелена на то, чтобы мы как можно быстрее смогли исправить ту ошибку, которую мы совершили. Я предлагаю на этом завершать наш сегодняшний подкаст. Это было очень интересно, глубоко и крайне детализировано. То, что мы ценим, это не просто, ну, типа начать какой-то там, типа magic, а потом получили profit. Нет, вот этот вот magic мы как раз и хотим раскрывать. Спасибо тебе, Наталья, за то, что раскрыла, так сказать, внутренности этого всего. Я надеюсь, что кому-то это было полезно, и вы будете это применять. И потом слова благодарности пишите, Наталья. Там вообще не весь magic, то есть это только введение в magic, я бы сказала. Вот настоящий magic, он... Как работает волосырная палочка. Да, он гораздо глубже. Да, вот это вот скорее как работает волосырная палочка. Спасибо огромное. Это прямо здорово было. Николай, спасибо тебе большое, что задавал правильные вопросы. А мы с вами увидимся в следующем нашем выпуске. А на сегодня все. Пока. Пока. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok